Всем привет! С вами Наташа и Руслан, и это рубрика Days of Beers Weekly! Ну, она как бы изначально должна была быть в Викле, но у нас не получилось. Мы катастрофически не успевали выпускать ролики каждую неделю, но у нас есть что показать, поэтому в этом выпуске мы постараемся это объединить. Что-то, может быть, произошло уже очень давно. Там на самом деле все произошло очень давно. Мы пытались найти идеальную формулу, как нам успевать и на одном канале, и на втором. И вот вроде бы мы ее нашли, поэтому мы сейчас расцветаемся по нашим прошлым долгам, выпустим все видосы, и дальше уже будем в регулярном режиме. Надеюсь, выпускать. Не обещаю ничего. Ну, а сейчас отправляемся в московское лето. Мы сейчас находимся в парке, и здесь мои друзья. Моряк Данька, Руслан не моряк, а также вон, смотрите, здесь кто? Аня и самый главный гость, мистер Макс! Мистер Макс, что тут у нас? А тут у нас Биван, который нам подарили в Калининграде, и сейчас мы попробуем на скорость его... Что-то как-то неудачно у обоих, честно говоря. Вы уверены, что это так делается? Все, что было в видосах на ютубе, это вранье. Убеги за дерево, это помогает. Ура! Победитель! Немножко в землю тебя впечатало. Блин, он просто плохо надут, ты ему хлевал. Вот, Руслан сделал все качественно, а ты читер. Смотри, сейчас главный тест, тест-драйв пройдет. У-ху! Все. Ой, как он тут так хорошо! Ой, уместился, боже! Улыбается. Просто умиление. Все, я спать. Как многие из вас, наверное, помнят, Наташа у нас запела, и Наташу даже пригласили выступать на выпускном. Мы сейчас находимся в тренерской. Я надеюсь, что все пройдет хорошо, и энергетика выпускников нас поддержит. А я поверила сказку, я поверила. Я ей мечты за мечтой своей доверила. Наташа у нас вообще стала гастролировать по московским сценам, и вот она выступала даже в парке. Когда соленой подушке завалялась луна, отгибала усталость, и как будто казалось, что пустая игрушка отгибает в глаза. Также летом мы ездили на ВК-фест. Очень нам нравится этот фестиваль. Наташа там снова выступала у нас. А я поверила сказку, я поверила. Я ей мечты за мечтой своей доверила. Вообще всегда на ВК-фесте очень весело и интересно, и мне кажется, в этот раз мы не шибко много снимали, больше так наслаждались атмосферой, гуляли, общались со всеми. В общем, посмотрите, как это было. Прежде чем отправиться гулять по фестивалю, нужно подкрепиться. Булочка нежнейшая, мяско вкусное. Остринка добавляет пикантности. Сыр, ну, пытается тянуться, но уже немножко остыл. Кушаем! Попробуй, это просто, это нежнейший бургер. Этот бургер похож на Соболев бургер, но это лишь жалкое подобие. А почему? Возможно, что это он вес. Да нет, нет, тут была табличка и фотография Коли тогда, если бы ты был Соболев бургер. Движения должны быть раскованные, раскованные. Вот это уже лучше, лучше, молодец. Потом вторая часть. Вот они, настоящие фанаты Бузовой. Куда стоишь? С Олей Бузовой сфотографироваться. Наташка, ну что, какие у тебя впечатления? Ты очень рада? В общем, попасть на фотографию было довольно сложно, никого не пускали. У Оли строгий менеджер Антон, но меня в итоге пропустили. Она очень милая, пригласила меня сегодня на ее концерт. Брат, 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 миша! Накурили, виние, вайска, ну! Опусти, опусти меня, ведь я ни в чем, ни в чем! Опусти, отпусти меня, ведь я ни в чем не видела! Друг чипит! Смотрите, ребят, нафтрете. Всем будет нам, с любовью для вас, нейромонах Феоха. Наташка, хочешь в басик из шариков? Я не пойду. Смотри, какой кайфовый. Не устроим, тут из берегов все выльется. Там глубоко? Да. Ничего себе. Ого. Долго ты дыхание задерживаешь под водой. Отдельно очень круто было оказаться на выступлении дельфина, потому что на дельфине я, можно сказать, вырос. Это моя молодость, прям такая ностальгия. Очень, конечно, круто, но, к сожалению, сейчас уже другие кумиры. Я сейчас, наверное, как старпер буду говорить. Но у дельфина было гораздо меньше людей, чем у Big Russian Boss'а. Если мы будем так, то есть мне оказывается. Иди Галич. Иди Галич. Иди Галич. Иди Галич. Видео вы можете посмотреть по ссылочке в описании, оставим вам, если еще не видели Ну и я была рада познакомиться с Эльвирой Те, потому что ее музыку я знаю Я слушала ее песню уже очень давно и даже не ожидала, что я когда-нибудь с ней вживую познакомлюсь И Эльвира Те потрясающий музыкант, конфета, соска, соска Нам пришло очень необычное приглашение посмотреть футбол на пароме Который плавает по Москве реке на огромном экране В общем-то давайте посмотрим наши живые впечатления Вот на этой барже мы сегодня будем покорять Москву реку Отчаливаем мы от Сити После футбола на этой же барже была очень крутая вечеринка Там прям музыка играет, девчонки отдыхают И ты проплываешь мимо Кремля в это время Летом в Москве часто в парках проходят фестивали, где там куча еды и выступления артистов Нас позвала туда Лера Любарская, мы там все встретились, погуляли, еще и встретили потом Косе Да, еще Юля с нами гуляла В общем у нас там была такая мини-блогерская прогулка Вот тут он проплывал прям под этим мостом Поплывал он оттуда Это я про кораблик БАТ сейчас говорю А вот Наташка пытается чье-то сердце угнать Наташ, ну ты же уже украла мое сердце Украл О, милый влог, не знаю, как скоро мы тебя выложим Сегодня особенный день, у нас на канале Берс Ревью миллион подписчиков Ребята, на канале Берс Ревью стукнул миллион подписчиков Ееееее Руки затрясли, я так рада Спасибо вам большое И в честь этого мы даже вышли из дома и сейчас идем гулять В основном мы сидим с затворниками дома Смотрим гриффинов и работаем А сейчас мы решили даже пойти покушать в парк Там фестиваль еды Посмотрим, что они вкусного там нам приготовили Смотрите, сколько ребёхи Ну не дальше Поздравляю с миллионом Ты сейчас выиграешь или... Если попадет на него, то я беру его бесплатно Чуть-чуть Чуть-чуть Мы заказали два острых бургера Я боюсь, как бы не развалился Он у меня такой сладенький Короче, ходили мы, бразили по фесту, где куча еды Хотели что-то оригинальное взять Остановились на бургере Жалко, что не попробовали что-нибудь оригинальное Знаете, что это? Это коктейль алкогольный У меня тоже такой есть Вот, у тебя прям чувствуется Как будто вкусный такой коктейль алкогольный А мое вообще, как будто, не знаю, молочный коктейль Я поздравляю вас с миллионом Спасибо И я И я И я Давайте русами С миллионом А меня так не поздравило А что? А еще летом мы побывали на фестивале «Ласточка» Я знала, что там выступает Иван Дорф «Ласточка», «Ласточка» «Ласточка» Сегодня было его в новом звучании услышать Впервые я была надорнее уже после того, как он сменил свой жанр И потом уже вечером, как хедлайнер, выступала Элли Голдинг Мы не возлагали больших надежд, но оказалось, что просто половину песен мы знаем И она просто нелядно круто поет от чемпион Здорово было там побывать Многие люди прям оставались именно на нее И прям мы прочувствовали эту флангеру Да, ну эпично то, что мы ее не знали Но ты по-любому ее песню откуда-то слышишь Там, не знаю, по радио, где-то там ВКонтакте она промелькнет Этим летом мы побывали на свадьбе моей сестры Так что она, в принципе, принимает поздравления в описании к этому видео Просроченные, правда, из-за того, что у нас так видео долго выходило Но это не родная сестра только У Русика нет родных сестер и братьев, если что Но у него много двоюродных, троюродных Да, это так, но мы с ними очень хорошо общаемся Они мне все как родные В общем, смотрите, как мы повеселились на свадьбе Смотрите, какая Наташка сегодня красивая у нас пришла на свадьбу И смотрите, какие тут необычные закуски Смотрите, какие тут яйца пашот Руслан, я тебе рекомендую попробовать Моя подписчица, вот так встретились на свадьбе Ну, какая же татарская свадьба без веселых танцев Что, что, Фика, нравится тебе тусоваться? Да Молодец А уже бездумно покапала А куда ты делал зубы свои? Потерял их Серьезно? Да Пока тебя распила Ничего страшного Что, Руслан, аж горячее принесли? Да, я скушал у Лея кебаба Вот видите, один хвостик остался Очень, очень, очень Руслан, аж горячее принесли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бренд NYX очень часто устраивает крутейшие вечеринки, на одной из них я решила поснимать, точнее, я снимала полноценный влог с утра до вечера, мою подготовку к вечеринке и само пати, и это будет отдельным видео, которое выйдет после этого видео, поэтому обязательно посмотрите. Не зря же я тогда все старалась, снимала, и, кстати, там все начинается с московского потопа, поэтому тоже это интересненько, я думаю, будет глядывать. Поскольку отчетный видос у нас получился очень длинным, мы разделили его на две части, жмите на подсказочку, чтобы смотреть продолжение. Субтитры сделал DimaTorzok